Танго Нуэло Танго получил народную известность как «Король Танго» и также как «Эльгран Астор» – «Геликий Астор». Его сочинения значительно обогатили жанр танго, представив его в современном ключе, вобрав элементы джаза и классической музыки. Его работы произвели революцию в традиционном танго, превратив его в совершенно новый стиль музыки. Лицо вы известен как виртуозный мастер игры на Пандемионе – таком язычково-музыкальном инструменте из семейства ручных гармоник, сконструированного на основе немецкой концертины в 1840 году немецким торговцем инструментами из гессенского города Крэфилд Генрихом Бандом и назван в его честь от его фамилии – Бандо. Концертина – это язычковый пневматический музыкальный инструмент, небольшая ручная гармоника с хроматическим звукорядом без готовых аккордов. Она была затем запатентована в первой четверти XIX века в Лондоне и преимущественно нашла применение в народной музыке. А вот бандонеон же поначалу использовался в Германии для исполнения духовной музыки в церквях. Примерно в 1870 году немецкие и итальянские эмигранты и моряки привезли этот инструмент в Аргентину, где он был принят в зарождающемся же Англитанго, потопка более ранней южноамериканской Милоны. К 1910 году бандонеоны производились в Германии специально для рынков Аргентины и Уругвая, и только в 1930 году в Аргентину было отправлено 25 тысяч штук. Исторически сложилось так, что бандонеоны изготавливались в основном как раз в Германии и никогда при этом в самой Аргентине, несмотря на их популярность как раз именно в этой стране. Завезенный колонистами бандонеон постепенно вошел здесь состав танго-оркестра. Именно благодаря бандонеону музыка аргентинского танго получила то пронзительно щебящее звучание, которое привлекает к ней столько поклонников. Свои произведения Пиццоло часто исполнял с различными музыкальными коллективами. Так вот, история аргентинского танка началась в конце 19 века в столице Буэнос-Айрес. Согласно одной из легенд, танец стал своеобразным универсальным языком общения для эмигрантов со всего мира, приехавших в Аргентину во время золотой лихорадки. Но они же не понимали языков друг друга. Первоначально этот танец был одним лишь из немногих, но вскоре стал популярным во всем аргентинском обществе. Слово танго, как принято считать у языковедов, имеет африканское происхождение, и его возводят к языку нигирийского народа и бибио, где сначала танец под звук барабана. Сначала танго танцевали в основном в многочисленных кафе, барах и горных домах, и потребовалось некоторое время, чтобы у него популярность достигла высших кругов аргентинского общества. В начале 20 века Аргентина борно развивалась, налаживая торговые связи с Европой. Танцоры оркестра из Гонос Айреса и Монтеридео отправлялись в Париж, где состоялся первый европейский показ танго, а вскоре после этого в Лондон, в Берлин и многие другие европейские столицы. К концу 1913 года танец попал в Соединенные Штаты Америки. Рассвет чувственного танго провелся недолго. Танго быстро попала под запрет религиозных и политических лидеров Европы и вернулась на Родину. Несмотря на Великую депрессию, период 1930-50-х годов стал золотым веком танка. Было создано множество ансамблей, в состав которых входили выдающиеся композиторы и исполнители танго, ставшие сегодня классиками стиля. Среди них Анималь Тройло, Асфальдо Пульлезе и, само собой, наш герой Астер Пиццо. В 1950-х годах из-за смены политического режима в стране танго пришлось руки в тени, а в 60-70-х годах про танец вовсе забыли, но в это время среди аргентинской молодежи стали популярны совсем другие танцы и формы общения. Возрождение танго в Аргентине началось в 1980-е годы и новый волк популярности танго пришло именно в это время. Новая танго заметно отличалась от прежнего. Простые шаги сменились резкими страстными движениями, появились прыжки, поддержки. В 90-е годы на смену классическому танго на танцподу пришло современное аргентинское танго Нуэлла, в котором новое поколение танцоров экспериментирует по части оригинальности шагов, стремясь насти свою собственной неповторимостью. И еще любопытный факт. В 2009 году танго, как совокупность музыки, танца, поэзии и самобытных традиций региона Лио-Галаплата, а это Аргентина и Уругвай, оно было внесено в список нематериального культурного наследия человечества, увековечено. В середине 20-го века, когда накал страстей по танго был особенно высок, Астер Пьецола с досадой высказывался о гостности слушателей. Вот его цитаты. В Аргентине можно сменить хоть сотню президентов, поменять одну религию на другую. Но танго – вещь неприкосная. Своё чуть ли не самое популярное раскрученное танго, обливием, что значит забвение, забытье, пожилой к тому времени Пьецола записал в 1982 году с оркестром в Италии для фильма «Генрих IV» режиссера Марка Белоккио. В феврале 1993 года в Лос-Анджелесе композитор был тогда уже посмертно номинирован на получение премии Грэмми в 1992 году за это сочинение в категории «Лучшая инструментальная композиция». Международная пьеска охарактеризовала пьесу как одно из превосходнейших произведений автора. Ну, с него и начнем. Наш концерт открывает танго «Забвение» обливием. На сцене Виктория Полтеф, класс преподавателя Романа Ивановича Еландского. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дальше у нас еще одно выдающееся произведение. Это «Времена года в Буэнос-Айресе» «Quattro estaciones fortemes». Они сочинены между 1965 и 1970 годами в самом Буэнос-Айресе. Это 20-минутный цикл из четырех композиций танго, написанных в разное время и при разных обстоятельствах. Автор представлял их на суд публики время от времени как вместе, так и отдельно друг от друга. Чаще всего это случалось в исполнении созданного Пьиццола и Квинтета, это струнные инструменты, с участием Бандериона, ведущего сольную партию. Ставив в название сочинение слово «портеньо», уроженец или житель Буэнос-Айреса, Пьиццола намекал на тех, кто родился или живет в аргентинской столице, бедняков, обитающих в предпортовых улочках, в обществе которых и родилась аргентинская танго. Времена года Пьиццолы – это не времена года в классическом понимании, как смена сезонов. В названии автор указывает, что речь идет о разных периодах жизни жителя окраина столицы. В концертной практике исполнения произведения устоялась другая традиция переводить название именно как времена года в Буэнос-Айресе, а не по авторской задумке со смыслом смены времен года в жизни бедного жителя пригорода Буэнос-Айреса. Пьиццола свободно использует форму барочного концерта, чередуя фрагменты соло и тути. Композитор сочетает различные музыкальные традиции – классическую, джазовую, афро-испанскую. Некоторые исследователи находят сочинение элементы программной музыки. Хромологический порядок создания отдельных частей произведения был таков – «Лето», «Осень», «Потом весна» и «Потом только зима». Причем первый эпизод «Лето» был написан в 1965 году первоначально как музыкальный фрагмент к спектаклю «Золотая грива» Альберта Родригеса Муниоса. Существует две традиции последовательности исполнения эпизодов цикла. Одна основана на последовательности исполнения концертного цикла Антонио Вивати, то есть «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». Этой последовательности сейчас придерживается и более поздняя транскрипция для скрипки из струнного оркестра Десетникова. Другая исходит из более близкого самому автору пиццоли порядка частей, начиная от «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». Принято считать, что в календарный год аргентинцы, ну, в силу особенностей природы и климата южного полушария, начинают с осени, ну, то есть с марта. В оригинальной авторской версии солирующим является бандонеон, инструмент, который широко используется в аргентинском танке. А компонирующий ансамбль включает электрическую гитару, фортепиано, скрипку или альп. Вскоре появились различные транскрипции и оркестровки, к которым сам автор относился с одобрением. В 1996-1908 годах, то есть уже после кончины автора, российский композитор Леонид Десетников сделал свободную транскрипцию времен года в Буэнос-Айзо-Сеппетит-Солы для скрипки и струнного оркестра. При этом в каждую часть этого цикла он включил несколько цитат из времен года Антонио Ливальди, учитывая при этом разницу сезонов в северном и южном полушариях. Поэтому, например, в Ирану-Портейнио, который мы сейчас послушаем, что значит «Лето», он добавил элементы «Ленвермо» – «Зимы» в Иранде. 19 мая 1970 года маэстро дал концерт со своим квинтетом в столичном театре Реджина, то есть театре Королевы. Вот в нем впервые и прозвучал весь цикл «Время находок в Буэнос-Айресе». Ну а в нашем концерте прозвучит первая из написанных маэстро, но при этом последняя из исполняемых им самим в цикле частей. «Лето» в Буэнос-Айресе, а именно «Верану-Портейнио». Вет из цикла «Времена года». А на сцене у нас Анастасия Шемина, класс преподавателя Татьяны Сергеевны Малюк, партия фортепиано, Эльдар Раисович Минюков. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok в 1921 году в аргентинском городе Мар-дель-Плато. Серебряное море, море серебра. Там вообще все у них на лице серебра. В универе на берегу Атлантического океана, некогда открытым самим Макелланом, столичной провинцией Вуэнос-Айрес, 400 км к югу от столицы страны, Вуэнос-Айрес. Мар-дель-Плато, ныне седьмой по численности город-население Аргентины, является одним из крупнейших родовецких портов и важным морским курортом. А с 2009 года он также еще и по-братимам Санкт-Петербурга. Туризм является основой экономики Мар-дель-Плато. Город обладает развитой туристической инфраструктурой, с многочисленными отелями, ресторанами, казино и театрами. Здесь красивые пляжи. Затриковал? Кто-то покупает путевку. Именно там были посеяны первые семена ритмов. Танго, втрепетную душу мальчика. Любовь к зажигательной мелодии сопровождала всю его жизнь. Астер был единственным ребенком в семье потомственных итальянских иммигрантов Висенте Петсоли по прозвищу Нонино и Асунте Мененци. Его дед по отцовской линии моряк и рыбак по имени Пантелеон, то есть по нашему Пантелеймон Петсола, в честь которого и получил свое второе имя будущий композитор. Он в конце XIX века эмигрировал в Мардельплату из скромного старинного итальянского города Татарани, морского порта в юго-восточной итальянской области Апулия. Первый, кстати, из области Италии по виноделию из Буру Али. Тот, что у основания, ну, каблучка итальянского сапожка. Мать композитора была дочерью двух итальянских эмигрантов из не менее старинного города Лукка, в центральном регионе Тосканы, по-противу, кстати, аргентинской столице Буэнос-Айца. Ну, город, который, если бы они здесь присутствуют, не вижу струнники, вспомнили бы, как родной город Франческо Джеминяни и Дуиджебекирини, а вокалисты, я их вижу, Джаком и Пучини. Родители Астера родились уже в итальянской общении самой Мардельплаты. Большая часть граждан Аргентина, кстати, имеют хотя бы хоть одного итальянского брега. В 1925 году в поисках лучшей участи Висенте вместе с женой и четырехлетним сыном переезжают в Нью-Йорк, где мальчик провел с родителями детства и мне полюбил джаз. Семья устраивается в бедном районе, Гринвич-Виллидж, на западе Нижнего Манхэттена, в окружении таких же эмигрантов из Италии. Первым музыкальным инструментом, которым овладел Астера, ну, если считать это музыкальным инструментом, оказалась губная гармоника, подаренная ему отцом в возрасте четырех лет. Четыре последующих года семья проживала здесь в итальянской общине Квартала, который в те дни был жестоким районом, населенным взрывоопасной смесью гангстеров и трудовых эмигрантов. Родители Астера много работали. Искорий мальчик научился заботиться о себе на улице, несмотря на, кстати, врожденную хромоту. Там многие были разные дни. Подрастая, маленький Астер учился зарабатывать деньги, помогая в соседней синагоге и слушая коммунальные напевы еврейской музыки, при этом успевая поучаствовать в полупременальной жизни своего района. Ой, великая депрессия наступила, и она заставила семью ненадолго вернуться в Аргентину, в Мардель Плату. Но там было еще хуже, и отсутствие работы, и общий упадок страны не оставляют выбора. И семейство пьет солы всходе возвращается в США. По возвращении в Нью-Йорк в 30-м году семья поселилась в другом, в соседнем районе маленькой Италии, в квартале в Нижнем Матхеттене, в тогдашнем районе компактного проживания выходцев из Италии, в эпицентре итальянской само собой мафии, где правили бал гангстерские банды. Отец семейства открыл здесь ломбард. Несмотря на строгое родительское воспитание, в школьные годы Астер стал членом одной из подростковых банд. Возобновившаяся дружба с приятелями из неблагополучного района привела к закономерным последствиям, и во время одной из драк он был схвачен полицией и исключен из школы. От настоящих проблем с законом и от карьеры нового Дона Карлеоне подросток фактически был спасен своим отцом Висенте, который решил отвлечь сына от сомнительной компании гангстеров и приобщил его к музыке. Отец за 19 долларов купил в магазине подержанных вещей старенький банд ион и подарил сыну на 9-летие. Это был первый серьезный музыкальный инструмент Астера. С того дня мальчик стал заниматься с учителем, постигая основы классической музыки. С бандененом Астер уже не расставался до конца своей долгой и плодотворной жизни. Делая первые шаги на инструменте, дома он слушал записи из коллекции своего отца. Танго-оркестры Карла Сагарделя и Хулио де Карра. С раннего возраста познакомился с джазом и одновременно кстати с классической музыкой, включая Баха. Поскольку в 13-летнем возрасте Астер прекращает получение классического образования, и школу уже не ходит, у него появляется много свободного времени, и подросток проводит в его музыкальных клубах Гарлема, слушает джаз в исполнении Дюка Эллингтона и Кэба Кэллуа, впитывает как губка новые звуки и ритмы, открывая для себя возможности аранжирования. Отец прививает отраху тягу к концертному исполнительству, поощряя публичные выступления, на которых юный Астер демонстрирует свои достижения. Уже в 11 лет отрах принял участие в большом концерте вместе с известными латиноамериканскими музыкантами. Несмотря на то, что и уроки музыки Масчик часто пробуливал, на концерт он продемонстрировал настоящий талант, заслужил симпатии публики и даже зарывал приз местной газеты. И в том же 32-м году Кельцово уже сочинял свое первое там, катинга называется, в 11 лет сочинял. Наш концерт продолжит песни, я сейчас кое-что о ней расскажу и процитирую. Это была песня, то есть там был вокал. Песня Кельцово «Мальчишка, ну мальчик-мачуган из Бачина», «Чиквелин де Бачина», районного уличного продавца цветов с окраин столицы. Известен прототип, прототип звали Пабло Альберто Гонсалес, которому было тогда 11 лет. Мы с Романом Ивановичем нашли, что потом мальчик подрос, и у него брали интервью исследователей творчества, композитора, какой же это был мальчик, про которого была написана знаменитая дата. «Дай мне букет, я иду, чтобы продавать свой позор в цветах. Стреляй в меня тремя розами, им больно от голода. Каждый рассвет с буханкой и лапшом в мусорном ведре. Когда садится солнце, он вопрошает, сколько же еще осталось». Ну, без этих слов, а просто музыку пиццовой, танго исполнят Мария Косокина и Георгий Мартьянов, класс преподавателя Сергея Алексеевича Чувилина. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 «Сначала дочь Диана и besynet Даниил А в нашем концерте сейчас прозвучит следующая танго танго Каштановая и голубая Моррон и аф errors а на сцене Вячеслав Пануков класс преподавателя Роман Иванович Еландского встречайте Аплодисменты. 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 Графия Сенцислава. Графия Сенцислава. Как вы понимаете, это имя было русское, особенно сложно адаптировать к испанскому. Но есть. Новые знания, да, на фото, как вы поняли, там была семья с детьми, да? Новые знания Аста применяет в артисте Тройла, создавая необычные аранжировки привычного табле. Показательный случай произошел на площадке футбольного клуба «Бока Хунерс», где проводился очередной фестивальтация. Исполнение оркестром Тройла традиционного танго «Вдохновение» в обработке пиццелы произвело эффект разорвавшейся бомбы. Танцоры и зрители разделились на два непримиримых лагеря. Одни в гневе покинули площадку возмущенные, другие подошли поближе, нет, не танцевать, а послушать непривычную музыку. Со временем Тройла начал опасаться, что передовые музыкальные идеи молодого бандианиста могут подорвать стиль его оркестра и сделать его менее привлекательным для танцоров танго. Напряжение между двумя бандианистами росло, пока в 1944 году пиццелы не объявил о своем намерении расстаться с маэстро Тройла. Еще продолжая брать уроки у классика хестастеры, в 1946 году пиццелы сформировал таки наконец свой первый собственный музыкальный коллектив, свой оркестр типика. Он назывался «Астер пиццелы» и его «Характерный оркестр», ставший для него своеобразным трамплином в большую музыку. Друзья играли исключительно танго, танго стало творческим кредо пиццелы. Оркестр, хотя имел схожую структуру с другими тангооркестрами того времени, но дал ему первую возможность поэкспериментировать с собственным подходом к оркестровке и музыкальному содержанию танго. Хотя оркестр пиццелы не исполнял традиционные мелодии, он делал это особым образом. Оранжевки были сложными и изысканными, танго впервые призназначалось не для танцев, а для серьезного прослушивания. В результате, группу так никуда и не приглашали, не хотели приглашать, а публика ждала от них танцев. Новаторство не пользовалось успехом у публики, и ансамбль распался. В общем, не то играли, что надо ломаться. Тогда же композитор написал танго «Эдлес Банде», «Беспорядочное бегство», которое считал своим первым номинальным танго. Астер вскоре начал на заказ писать музыку и к фильмам, пытаясь продержаться на полову и позаработать, но все больше разочаровываясь при этом в танго. Первыми фильмами были «В тех же самых цветах» и «Стальные болиды». Все же, разочаровываясь в танго, в 1949 году он распускает первый коллектив, на долгие 10 лет забросив, оставив пылиться свой бандонион, а заодно оставляет и непокорный танец. Недостаток музыкального образования подталкивает Астера к поиску новых знаний. В попытках найти свой стиль Пьецола сочиняет пьесы для камерного исполнения. Его произведение начала 50-х годов ближе к симфонической музыке. Архитинская танка практически исчезла, но он уже виден уникальный стиль будущего великого Астера. Одержимый поисками другой музыки своего стиля, со второй половины 40-х годов Пьецола начал писать академическую музыку для бандониона, загоревшейся идеей превратить бандонион из эстрадно-оркестрового инструмента, используемого в основном для танцевального аккомпанемента, в полноценный классический. Одно из первых таких произведений «Портовая рапсодия», оно в 50-м году в США было награждено специальной премией. Пьецола почти полностью отказался от танка, продолжая изучать Барта, Костролинского и других композиторов, которых ему рекомендовали учителя, а также дирижирование оркестром у немецкого дирижера Германа Шерхена. Он проводил много времени слушая джаз и искал собственный музыкальный стиль, выходящий за рамки танка. Астера решил бросить бандонион совсем и посвятить себя изучению и сочинению классической музыки. Вот если бы на том бы все у него закончилось, мы бы это все сегодня и не слушали. 1953 год принес музыканту долгожданную возможность восполнить пробелы в образовании. Его учитель Хиностера буквально заставил его участвовать в конкурсе молодых исполнителей. По настоянию мастера Пьецола представил на суд жюри свою классическую композицию «Симфония Буэнос-Айреса в трех частях» на соискание премии Фабиана Севицкого. Спектакль проходил симфоническим оркестром Государственного радио Аргентины под управлением самого Севицкого. Уникальная манера исполнения была признана профессиональным жюри, а произведение завоевало первый приз. Композиция помогла композитору выиграть в качестве дополнительного приза грант от французского правительства на обучение в Париже у знаменитого французского педагога, легендарного учителя композиции Нади Буланже в консерватории Fontainebleau. Летом 1954 года Астр и его жена без детей, детей оставили от свекрови, отправились в Париж. Так супруги Пьецола впервые оказались в Европе. Астр с трепетом вспоминал знакомство с Нади Буланже, сравнивая при этом, как ни странно, ее с агентом ФБР. Она с удивительной проницательностью вытянула из музыканта, как агент, все подробности его личной жизни и творчества, планы карьеры, планы на будущее. Пьецола устал от танго и пытался поначалу скрыть от Нади свое танцевальное прошлое и свои композиции на бандонионе, думая, что его судьба, тогда думая, что она лежит в классической музыке. Представляя одну из своих работ, Пьецола сыграл несколько своих классических композиций, но вот когда он заиграл триумфальное танго, она поздравила его и поощрила продолжать карьеру именно в танго, осознавая, что в этом заключается его талант. Она сказала, цитата Астаха, следуй своему интуитивному учитью, твоя индивидуальность не в интеллектуальной музыке, а в танго с элементами классики и джаза. Это стало исторической встречей и переломным моментом в карьере Пьецолой. Необходимость выбирать одно из направлений как-то само собой отпала. Благодаря ней Пьецола возвращается к бандониону, пишет академическую музыку, в основе которой лежит аргентинская танго, начав создавать собственный музыкальный стиль. С муланже он изучал там классическую композицию, включая контрапункт. Это сыграло важную роль в его более поздних танго-композициях. Несколько произведений композитор сочинил еще в будущем в Париже, делая студийные записи танго в сопровождении струнного оркестра парижской оперы. Во время записи он начал играть на бандонионе, стоя, поставив правую ногу на стул, а мех инструмента на правое ведро, закрепляя необычной позой свой, известный всему миру, сценический образ. Ведь до этого времени бандонионцы всегда играли только сильно. Ну а наш концерт в продолжении темы Парижа продолжит танго Рио Сена, ну и как такая в Париже, в исполнении Дмитрия Комарова, класс преподавателя Романа Ивановича Еландского. Встречайте, Дмитрия! Дмитрия Комарова Дмитрия Комарова Дмитрия Комарова Дмитрия Комарова Дмитрия Комарова Дмитрия Комарова Дмитрий Комарова Дмитрия 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 Комарова но потом и распалась. В Париже в Санстрисе с тем же Феррером написал ораторию «El pueblo joven молодой народ». По настоянию аргентинского гитариста Роберто Аусели композитор начал писать и для гитар. Сегодня его история танго для флейта и гитары, двойной концерт для бандельона и гитары и струнного оркестра стоят в одном ряду с лучшими произведениями композиторов столетия. Пьецона принес в танго новые ритмы и гармонические интонации, великолепно адаптирующиеся к классической гитаре. В начале 80-х годов Пьецона написал для гитары пять оригинальных произведений, а чуть позже несколько еще более, значительных в том числе танго-силиту для гитарного дуэта. Кроме того, что нам важно, ряд его популярных танго также были транскрибированы для гитары. А в нашем концерте прозвучит танго «Чао Париж» на тему очередного прощания с Парижем в исполнении Кирилла Фирсова, класс преподавателя Зинаиды Алексеевны Вартминской. «Свечайте пиво!» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон. 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 танго, танго свободы, оно было записано в Милане в мае 1974-го. Название данного настроения слов «свобода», «ребятана» и «танго», но этого большого произведения у нас нет в концерте. В сентябре 1974-го года в Милане по просьбе легендарного джазового саксофониста Джерри Мальгана Пельцола записывает с ним альбом сами, то есть и с саксофоном на сей раз. В 1975-м Пельцола знакомится с молодым коллективом «Электронный актер», состоящий из бандамиона, электрического пианино и акустического пианино, органа, гитары и электронного баса, ударных синтезатора и скрипки, которая позже заменялась флейтой или саксофоном. С ним он экспериментирует над новыми возможностями теперь уже и электронной музыки, ну, 70-е годы. Позже, в том же году умирает Анибаль Тройло, репетиционно написал в него память «Сюиту Тройлоана» в четырех частях, при этом она сочинена специально именно для ритронного ансамбля. И вот в 1976-м году, во время телевизионного интервью очередного, Астер познакомился с Лаурой Эскаладой, вскоре ставшей его последней любовью, последней женщиной в жизни, второй официальной женой. А у нас в программе на теме «Любовь» «Танго Аве Мария». Оно прозвучит в исполнении «Любови Лаврушиной» партия «Бояна» Дмитрий Боровик, класс преподавателей Сергея Алексеевича Чувилина. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звучит песня. 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 в национальном кладбище Чахарита в Уэнс-Айресе. КОНЕЦ 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 Браво! Наш концепт по ручной композиции Миклеванджело 70. В исполнении ансамбля он себя назвал «Пьяцолушки». Татьяна Маюк «Малая Домра» встречается. Сергей Косов «Балалайка», Роман Ялансков «Баян», Александра Богатова «Ударные» и Сергей Чувидин «Балалайка-Контрабас», аранжировщик ансамбля. Это все один из редких счастливчиков на музыкальном олимпе. Ему удалось при жизни сыграть на концертах практически все свои сочинения. Он один из немногих композиторов, который смог записать, сделать аудиозаписи почти всех своих произведений. За свою жизнь «Пьяцола» сочинил около 750 произведений, более 300 танго, сюиты, концерты для симфонического оркестра, музыку к 50 фильмам, театральным спектаклям, балетам и многое другое. В 1994 году Мстислав Ростропович исполнил «Великая танго» для виолончели и фортепиано на сцене Буэнос-Айресского театра «Колонн» на концерте памяти «Пьяцола». В 1995 году Пьяцола получил посмертно премию «Контнекс» как самый важный музыкант в Аргентине. В Италии жюри премии критиков единогласно удостоила Пьяцову первой премии за лучшие дискоинструментальные музыки, отметив в своем решении, за смелость композиции и за поразительное творчество, создание аранжировок и дающих танго новое звучание. Среди его многочисленных учеников, назовем только французского композитора-исполнителя, всемирно известного джазового академиста, это Риша Гальяно. Несмотря на мировую известность, творчество аргентинского композитора в СССР, а потом в России, было практически неизвестно до последнего времени. Да еще. Сын Астра Пьяцола, Даниэль Уга, после смерти отца, воссоздал его знаменитый ансамбль, где с удовольствием сам играл на синтезаторе, а также привлек ему уже своего сына, тоже Даниэля Астра с двойным именем отца и деда, играющего там на ударных. Музыкальная династия Пьяцоды удалась, а в программе нашего концерта прозвучит зарисовка акварей сентиментальной. Музыкальная династия Пьяцова Музыкальная династия Пьяцова Музыкальная династия Пьяцова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 своей оперитты. Премьера произведения состоялась в мае 1968 года в Буэнос-Айресе в театре планеты. В заключении хочется сказать, что в честь Астры Пьетцовой на его родине в вековечении его памяти его именем назван Международный аэропорт его родного города Мардель Плата и его имя носит музыкальная консерватория в столице в Буэнос-Айресе, высшая консерватория музыки города Буэнос-Айрес консерваторию супериор де музыка де фьюда де Буэнос-Айрес Ну, для кого-то Чайковский наше все, а для кого-то Пьетцова все. Творчество Пьетцова это постоянное внутреннее противоречие, революционные перемены и тяга к академическому исполнению, чувственные ритмы танго и классические симфонические сюиты глубокая любовь к традициям и желаниям при этом их изменить. Быть может, это и есть причина, по которой, слушая бунтарское танго Пьетцовой, хочется грустить в одиночестве, страстно восхищаться музыкой и жить вопреки всему, как это делал Эль Гран Аскор, великий Аскор, человек, изменивший мир и музыку танго, бурная, плодоритая жизнь во имя национального и мирового музыкального искусства. А программу концерта завершит Айя Я Мария, Йо Соль Мария из аппериты Мария из Буэнос-Айреса. В роли Марии, Любовь Лаврушина. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 А-а-а-а 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 Спасибо музыкантам, браво дважды Мария, Любовь Лаврушина, Ава Мария и Соль Мария и ансамбль с новым названием «Пит Солушки». На сегодняшний вечер они называются так, а дальше посмотрим. Спасибо. Ну там все участники, Бог, вы тоже выйдете, пожалуйста. Выходите, выходите, студенты. Выходите, выходите. Дрил Ященко, Виктория Палтех, Дмитрий Бороик, Вячеслав Панов, Геонгий Мартьянов, Кирилл Фирсов, Мария Косокина, Анастасия Шебина. Грязь, грязь. Грязь.